Всем привет! Продолжаем изучать Spring и продолжаем изучать другие языки, с помощью которых мы можем использовать наш Spring. Совсем недавно мы попробовали Kotlin, сегодня я предлагаю попробовать скалу. Вот такой вот план. То есть, сделаем то же самое, что с Kotlin, то же самое, вот тот простой вариант, но используя язык скалы. Окей. Снова используем наш Spring Initial. ру-кай-коды скала-бут. Настройки остальные те же самые оставляем. Берем ламбук, берем вепа, таймлиф и базу данных h2. Окей. Ждем. Но, поскольку мы собираемся использовать скалу, нам нужно подключить соответствующую dependency. то есть, нам нужна скала, скаловская библиотека. Поэтому идем и подключаем. Второй момент. Поскольку скала это не java, очевидно, да, нам нужен специальный плагин, который будет у нас компилировать, компилировать специальный плагин, который будет у нас компилировать скала-код. скала-код. Но версия не 3.1, последняя версия 3.4.6. 3.4.6. И последнее, что я хочу сделать, это файл, а, final name, то есть мы собернем, соберем в итоге еще джарник. Скала-симпол. окей, и экченжем. Подгружаем все необходимое. так, папочка здесь у нас java, давайте я ее изменю на скала. и вот это дело я скопирую и создам скаловскую, скаловский класс. так, вот это дело копирую, то есть мы создаем сычка. Кстати, сразу нам было предупреждение делать, я не собираюсь объяснять, я не собираюсь объяснять, что такое скала, какие-то ее особенности. я предполагаю, что данное видео смотрят те, кто знаком со скалой. Иначе, если объяснять каждый штрих, то все разрастется. Так что, либо вы знаете скалу, либо догадываетесь, что делаете, но, в принципе, здесь будет все очевидно, либо пропускайте данное видео. Здесь ничего нового относительно спринга не будет. Здесь попытка использовать спринг-фреймворк, использовать, но на языке скала. А сделать мы это можем, поскольку у нас как Костин, так и скала все это дело компилируется у нас в байт-код. Байт-код, байт-код, который у нас виртуальная машина запускает непосредственно. Окей, ладно. Теперь мне нужен еще компаньон-объект для запуска приложения. Значит, объект. Сразу экстенджусь от app, чтобы реализовать метод main. Вернее, интерфейс вот этот у нас позволяет все содержимое данного объекта включить в метод main. И здесь нам нужен вот этот вот метод, чтобы стартовать все это дело. Окей, и это я должен здесь убрать. Вот наша точка старта. Теперь я могу джавовскую версию удалить. Окей, точка старта у нас есть. Теперь нужна модель. Нужна модель. Создаем папку domain. Сделаем модель точно такую же, которую делали в Kotlin. Ну, у нас Scala. Теперь language. Language. Поскольку мы используем Hibernate. Hibernate. Вернее, Hibernate, да. Поскольку мы используем Hibernate, то нам нужно... Мы будем использовать джавовский вариант. То есть не Scala, не Sleaky всякие. А джавовский. А раз мы собираемся вот эту gph-ную спецификацию использовать, нам, соответственно, нужно использовать все это дело... Нам нужны bin property. Нам нужны bin property. var id long. Так, и поехали. Здесь это id помечаем стандартно. Так. Generated value. Стратеги. У нас будет generation type identity. Окей. И нужно еще добавить, что у нас же это должен быть как bin property. То есть у нас должны быть getter и setter. У нас еще должен быть конструктор по умолчанию. поля. И у нас еще должны быть поля наши. Какие? Name. String. И у нас должен быть поля. Auto. Auto. Тоже String. Так. Здесь мы... Снова нам нужно добавить... Что за... Что происходит? Так почему? Окей. И теперь мне нужно еще добавить второй конструктор. def. This. Name. String. Auto. String. Так. This. И заполняем поля. Name. Это. Name. А. Author. For. Это. Auto. Окей. Так. В принципе здесь можно еще метод ToString реализовать и все дела. Но они... Этот ToString нам не нужен. Закрываем. Так. Теперь нам нужен репозиторий. Нам нужен репозиторий. Так. Ripple. Ммм. Ripple. Ripple. Трейд. Окей. И да. Мы можем экстендиться прямо-прямо от жавовских интерфейсов. От жавовских интерфейсов. Так. Лангвич. Ммм. Лангвич. Ммм. 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 Эти мы можем использовать лист. Лист скаловский. Потом если нам нужно будет, мы преобразуем в скаловский, когда уже вытянем данные. Но. Кода мы работаем здесь вот непосредственно в репозитории, то используем джавовскую версию. Окей. теперь нам дальше нужно теперь нам нужно контроллеры я и опять реализую два контроллера то есть html и rest джейсоновский начата language controller html и rest ok поехали rest controller по пути у нас request mapping здесь path.array.ip injectим через конструктор autowire injectим наш репозиторий language repo language repo так заинжектили теперь нам нужно ими воспользоваться значит пишем get mapping и def index и repo find all ok реализовали get mapping def find by name здесь мне нужно опять path array array name соответственно мне нужно достать path variable так name так name string string это у нас так и значит repo find by name отлично rest controller готов теперь нам нужно написать нечто похожее нечто похожее но в html в html в html контроллер помечаем что это у нас и помечаем что у нас request request mapping path array по корневому будем здесь реализовать так здесь мне нужно передавать модели будет модель 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 так возвращать мы будем индекс а модель я буду внедрять соответственно такое вот такое вот такое окей значит возвращать я буду здесь lan а модель я буду внедрять соответственно так ладно attribute сейчас я добавлю все это дело модель 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 окей все готово сейчас осталось лишь последнее действие сделать это создать темплейты поехали создавать темплейты они будут у нас одинаковые index и еще один темплейт эталон так идем теперь в индекс делаем небольшой заголовок list of languages нам нужно еще прилавок не забыть сделать table значит tr х id name author author tr td здесь нам нужно воспользоваться таймлифом уже снова этот for each импорт тем библиотеку так теперь 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 мне нужно l lan все это мне нужно все это вывести вводим мы вот таким вот образом id name author окей вот наша табличка готов готов теперь это все то же самое но здесь language language в принципе можно все это сохранить прямо вот так вот потому что у нас там по семантике список возвращается по семантике здесь возвращается список да у нас вернется одно значение потому что мы сейчас так напишем что у нас только одно значение но по семантике список поэтому можно все вот так вот и оставить окей теперь нам нужно сделать preload последнее действие preload то есть нам нужен bin нам нужен pin 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 dev preload сюда мы заинжектим репозиторий repo language repo new command лайнер отлично new command лайнер и реализуем здесь сохранение базу данных неких дефолты вернее preload делаем preload так odr odr все то же самое делаем ничего нового ск ой какая скала java elixir и кладу и кладу хит хит давайте проверять давайте запускать подняли идем и запускаем отлично отлично отработал теперь давайте эликсир эликсир достанем отлично html версия работает давайте посмотрим джейсон джейсон отлично работает и допустим кложуру давайте достанем отлично все работает отлично все работает так останавливаю последнее я хотел бы собрать теперь все это в джарник 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 здесь я сразу на будущее так переименую скалу так и поехали пользоваться нашим мавеном для начала мы очистим для начала мы очистим окей и теперь давайте соберем так собрали вот наш жарник теперь поднимем все это делать через терминал java jar отлично spring у нас запускается так подняли давайте идем идем тестируем идем сперва на главную отлично работает теперь проверю java отлично html работает теперь проверяем json давайте проверяем давайте проверяем скалу проверяем отлично все работает здорово вот такой вот вариант еще есть как вы можете использовать и использовать spring framework то есть помимо того что вы можете писать на java непосредственно можно писать на котлине и как мы сегодня узнали можем еще и писать даже на скале то есть вы сами уже будете выбирать у меня конечно сразу желание подключить сюда акку и сделать все это и использовать акторную модель здесь по полной программе то есть не пользоваться не пользоваться то есть спринг же нам различные дефолтные экзекьюторы поставляют для выполнения например работы по расписанию работы асинхронные работы я бы сюда просто бы взял бы раз уж я на скале все пишу и акку добавил поднял бы все бы развернул тем более акка достаточно эффективно справляется с такими с синхронными вещами и и писать на акке писать акку используя скалу это ну комфортнее приятнее смотреть легче читается чем чем на джаве напрямую напрямую ладно 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 хватит изучайте спринг все 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 в